у меня в гостях главный тренер хоккейной команды армада дмитрий коломец это новости спорта меня зовут лада дудко здравствуйте дмитрий николаевич спасибо вам большое за то что вы пришли к нам а точнее мы к вам приехали вы тренер хоккейного клуба армада как я уже говорил 2011 года в рождения верно вы в этом году провели классный сезон во первых у вас получилось сохранить результат а во вторых даже его улучшить расскажите пожалуйста про сезон про первенство московской области про первенство москвы с чего хотите начинайте в первенстве московской области как уже говорилось у нас команда в первой группе сохранила свои позиции мы остались середине турнирной таблицы вот это в принципе приеду хороший результат на данном этапе на первенстве москвы ребята бы выполнили задачу переход в более сильную группу рассказывает то есть а вот на первенстве москвы в прошлом сезоне какой у вас был результат у нас было 6 по моему место а сейчас 2 сейчас 2 это первые две команды переходят попадают в переходные турниры что удалось переломить в ребятах вот вы как главный тренер как получилось с 6 место перепрыгнуть аж на 2 скажу так ребята повзрослели стали более ответственными более старательно начали на занятиях заниматься это что касаемо и дисциплины самоконтроля также на предсезонных сборах были подтянули многие моменты из-за сезон это технические физические тактические моменты вот были подтянуты принципе в этих компонентах прибавили и действовали конечно одним кулаком что отдать должное ребят друг друга поддерживали в течение всего сезона как бы игры не складывались и вот снова как тренер мне вот очень интересно расскажите как как собрать вот вы говорите одним кулаком как создать такой коллектив понятно что мальчики сейчас у них период взросления тяжело собрать команду и сделать единый коллектив как бы сделать так чтобы мальчики которые у которых разные интересы кроме хоккея все остальное опустим они должны превратиться в единомышленников как вот с тренерской точки зрения это все настроить знаете у нас я начну издалека у нас во первых мы не только в хоккей играем нас ребята неплохо футбол игра то есть баскетбол в разные виды спорта и волейбол мы так же играем развиваем ребят всесторонним то есть извините перебью это у вас все в тренировочный процесс входит и вместо хоккея иногда чтобы отвлечься можно футбол но это приближенные виды спорта все к игровым у нас игровой вид спорта и поэтому мы переключаем внимание именно и мышцы группы мышц переключаем внимание на другие виды спорта более как игровые наверное так скажем победам приходит уверенность то есть от победа к победе ребята чувствуют у себя уверенность когда особенно тяжелые игры вытаскиваются когда проигрываешь там 102-03 такие игры вытаскиваются выигрываются и приходит у ребят уверенности себе своих силах и например в одном матче не может на протяжении там в таком возрасте на протяжении всего сезона там один ребенок там вытаскивать игры здесь они идут То есть, как сегодня кто-то сыграл более лучше, кто-то более хуже. И в целом, по сезону, ребята друг друга поддерживали. Кто-то одну игру вытаскивал, кто-то другую. Приходила уверенность у ребят. И вот так получился коллектив, как бы друг за другом начали биться. То есть, и под шайбу пластались, то есть, самоотдача очень была неплохая в этом сезоне. Была самоотдача. Ну, все-таки вы как главный тренер детской команды, вы воспитываете команду. А во взрослый хоккей уходят единичные игроки. Это вот единица. Как вы смотрите на это? То, что ваши игроки, ваша команда, которую вы поднимаете, а уходят, попадают в континентальную хоккейную лигу, в высшую хоккейную лигу, попадают только единицы, лидеры. Ну, это нормальное явление. Оно никогда не бывает такого, что с одной командой 15 человек играет. Такого не бывает, например, на своем ППТ. То, что дальше пойдет самый стойкий, у кого там характер более крепкий, и желание играть в хоккей. А расскажите про ваших воспитанников. Мы уже за кадром говорили о том, что у вас с 2003 года хоккеисты уже играют на более высоком уровне. Ну, ребята сейчас многие, там несколько человек у нас, кто-то на контрактах, кто-то сейчас в стадии перехода с одного уровня на другой в другие команды. Вот сейчас ищут, там, и агенты работают. А вы с ними еще поддерживаете связь? Да, поддерживаем связь. Они также приходят и на тренировки к ребятам. Вот. Также ребята вместе собираются, им уже там по 20 лет, по 21 году. Вместе собираются, то есть и на мероприятия, на дни рождения. Ну, общаются, то есть общение идет, скажу так. Вы тренер со стажем, ваши выпускники играют уже, подписали некоторые контракты, играют на высоком уровне. Как вы выбираете таких талантов? Как к вам попасть, как к вам прийти? Я уверена, нас будут смотреть родители, возможно, кто-то из деток посмотрит и захочет, скажет, папа, я хочу пойти на хоккей. Как к вам попасть? У нас идут наборы, в наши спортшколы идут наборы. Сейчас будут набирать, если не ошибаюсь, 18-й год. 18-й, 18-й, 19-й годы. Вот у нас в августе идет набор обычно, и родители записывают детей, всех, кто желает. А в дальнейшем уже, ну, как тренеры, они смотрят предрасположенность ребенка к этому, к данному виду спорта. В принципе, вот так, это и игровое мышление, и двигательная активность ребенка, обучаемость ребенка. Но это уже в дальнейшем, там, и желание основное, самое главное, это самого ребенка заниматься этим видом спорта. Ваш второй тренер, 2003-го года рождения, ваш коллега, как получилось так, что в таком юном возрасте можно совмещать тренерскую работу? Получилось так, что он в институте учится на тренера. И, как сказать, все это, все эти знания, там, в институте, которые дают, он здесь вот старается, там, применять. То есть, не на теории, а на практике, скажем так, то есть, на практике он здесь применяет и вносит какие-то тоже свои коррективы в эти моменты. Вы уже сколько лет в тренерской деятельности? Как вообще получилось так, что вы из игрока переквалифицировались в тренера? Получилось так, с хоккеем, как закончил с хоккеем играть, пришел на тренерскую, к своему первому тренеру, сюда приехал, позвал попробовать, и, в принципе, здесь остался. Дмитрий Николаевич, давайте поговорим тогда про тренировочный процесс, как дети совмещают это все со школой. У нас занятия ледовые начинаются у команды в 8 часов утра, то есть, это ледовое занятие. В 7.30 ребята приходят, ледовые занятия проходят у нас час 15, 15 минут, у них потом перерыв идет, переодеваются, отдыхают и приходят сюда на образковое занятие. Позанимались они полчаса, и мы переодеваются, и мы идем в школу, приходим, учатся ребята в общеобразовательной школе, 12-й ехал. А про оценки? Все-таки, вот, мне кажется, да, я как спортсмен в прошлом могу сказать, что спорт очень мешает школе. Иногда ты даже не то чтобы домашнее задание, ничего ты не успеваешь сделать. А как у ваших хоккеистов, как у ваших игроков с этим получается справляться? Ну, от учителя я слышал, что, ну, в принципе, и сам владею информацией, то есть, по учебе стараемся контролировать этот момент. В целом, ребята учатся неплохо, знаю, там, одна треть ребят отличники, то есть, одни пятерки идут, и, ну, в целом, успеваемость по группе, по нашему классу достаточно приличная. Дмитрий Николаевич, как выявить лидера с раннего возраста? Вот, вы как тренер смотрите на игрока, и можете дать ему уже выписать там будущее, что он будет играть там в сборной и так далее. Видно ли это сразу по игроку? Вы знаете, будет он, не будет играть, это уже, как бы, много должно сложиться, чтобы он там играл. То есть, предрасположенность ребенка к этому виду спорта, то есть, она видна, то есть, на земле, даже, ну, что называется на земле, ребенок играет в футбол, там, в такие игровые виды спорта, это видно его и двигательную активность, и понимание игры, которые ему, как бы, заложены генетически. Вот, а это основные ключевые моменты в нашем виде спорта. То есть, ребенка можно увидеть, когда он там бегает на улице, на сетке где-то в какие-то виды, ну, играет во что-то, там, можно там предрасположенность ребенка увидеть, а играет он, заиграет он, не заиграет. Я тут точно сказать никто, ну, я думаю, не скажет. А если ребенок пришел с классными физическими данными, но понимания игры и видения площадки, ну, его, как бы, нет, вот нет, только есть физические данные, можно ли это как-то развить, или это уже такая врожденная история? Ну, это, то есть, идет, можно это развить за счет обучения, то есть, за счет, как сказать, ну, стандартных ситуаций, то есть, учишь, там, ребенка можно обучить, там, правильно подкатываться, то есть, правильно играть по ситуации, вот, таким моментом обучить, стандартным ситуациям ребенка можно обучить. Ну, это стандартное мышление, хорошо, он будет знать, как, ну, это уже такое действие по рельсам, что называется, он это видит, ой, меня этому тренер научил, и вот он так делает, а вот это вот нестандартное мышление, которое, в принципе, вот ты выходишь, вот как есть, например, не знаю, любой игрок на льду с нестандартным мышлением, который, у которого возникают разные идеи, он это начинает воплощать, как бы правильно, неправильно, это уже с опытом все приходит. Да еще раз говорю, там, нестандартное мышление, оно дается от природы, ты заложить это не можешь, это все генетически, это природные данные ребенка, вот в Харламово что, кто-то там его натренировал, что ли, так, или там ребятка Вальчука, там, да, вот, который там, Боброва, то есть они от природы просто, это генетически от природы заложено, а дальше ты уже просто, это развивается. Я просто через это уже все прошел, чтобы вы понимали, это, ну, оно по факту так, ты хоть и стой над ним, хоть и миллион лет простой, оно ничего не даст. Характер, да, характер, за счет характера ребенок может вылезть, то есть он будет жить, жить этим хоккеем, да, на зубах себе на горло наступать, то есть постоянно на жилах вытаскивать, он тогда и развиваться будет. Да, какое есть развитие у детского хоккея сейчас в России? И вообще, в принципе, с вашей стороны, вот по вашему мнению, куда он движется? По моему мнению, команд, по сравнению, там, с прошлыми годами, это, наверное, лет пять назад взять, команд, ну, увеличилось детей, занимающихся и команд в целом, и детей, занимающихся увеличилось. Вот, появилось очень много интернатов, то есть спортивных, уже с раннего возраста, то есть ребят перспективных, даже многородних, там, и со всей России, там, могут, то есть на раннем этапе уже забирают. Вот развитие идет, там, как сказать, и детского хоккея, ну, я считаю, на хорошем уровне. А вот психологические моменты, я бы хотела поговорить про вот сложные игры, у вас накануне закончился сезон, и вы обыграли, у вас сложные были две игры с Дмитровым, если я не ошибаюсь, а как вы готовили игроков чисто психологически? Понятно, что тренировки изнурительные, там, кровь, пот, все дела, да, вот чисто психологически, может быть, у вас были какие-то собрания, или вы, там, пошли в поход, у каждого тренера разный подход? У нас все шло стандартно, перед, там, перед любой игрой, я не выделяю, там, игра, там, ответственная, неответственная, ребята все сами уже понимают, как получилось, что мы начали цепляться, там, за призовые места, да, вот в группу Москвы, провели собрание с ребятами, то есть, я объяснил ребятам то, что они готовы на данном этапе, то есть, обыгрывать все команды, которые у нас встретятся в этой группе, и переходить в другую группу. И все понимали, что нам это все по силам, и работали в стандартном режиме, никаких, там, пота, крови, там, у нас не было, и... Ну, то есть, ничего особенного просто по установке принято. Сверхъестественного, ничего, да, ничего прямо сверхъестественного не было, просто шли, как бы делали и решали свои задачи, которые были поставлены. Ну, это круто, а какие задачи на следующий сезон? Знаете, пока задача надо подвести, во-первых, к окончанию этого сезона, и дальше уже будет видно по следующему сезону. А окончание этого сезона, у вас же он закончился, вы сейчас тренируетесь так? У нас уже более, как, более в щадящем режиме занимаемся, но все равно с предпосылом уже на следующий сезон какие-то моменты там и на льду, и в зале начали уже делать. Да, первый момент. И второй момент, у нас сейчас закрытие сезона будет в четверг, это 23 число, в 16-15 начало. Вот, у нас также выпускники будут выпускаться, здесь, в Ледовом, в Ледовом Армаде будет проходить выпускное, там, награждение ребят. Вот, в принципе, вот так. Ну и в субботу у нас дети-родители, то есть у нас это, там, все сезоны систематически проходят. У нас и некоторые мамы, я знаю, занимаются хоккеем, кто-то с этого сезона начал, то есть они здесь Ледовом занимаются. Ну и многие папы, они участвуют там в чемпионатах своих, то есть тоже близки к хоккею. Классно вы провели, очень здорово этот сезон, который уже завершился. Какие задачи поставлены на следующий? Что мы, какие результаты мы увидим от вас? У нас команда есть, там, где идет селекция, понимаете, селекция идет, постоянный отбор детей, то есть пришел кто-то более сильный, там, он в состав попадает, то есть и постоянная ротация идет такая. У нас есть, там, топовые школы, как по области, так и по Москве. Вот, мы занимаемся, развиваем своих детей, вот они с набора здесь, ребята, вот эти, которые у нас в команде, они все с набора. Мы развиваем, то есть они не бегают из команды в команду, хотя я знаю, что многих, ну, как бы приглашают и прозванивают их, вот, но ребята там и лидеры, пока на данный момент у нас здесь, мы, ну, не уходим, скажем так. Вот, и конкурировать с такими командами, где есть интернаты, и где, ну, идет постоянная ротация игроков-то, то есть нам конкурировать, как бы на данный момент, ну, тяжеловато. Вот, но мы пытаемся. Не, ну, почему? У вас хороший получился достаточно сезон, то есть и игры, они такие на зубах, да, и победы есть. Ну, конкуренция понятна, она есть всегда, она есть везде, но у вас, по-моему, классно получается. У нас, я вот, знаете, по сравнению, я всегда ставлю ребятам, то есть максимально, ну, не то, что задачи какие-то ставлю, а всегда, чтобы расти, тебе надо двигаться вперед, развиваться вперед, и поэтому от игры к игре постоянно надо прибавлять. Ну, а что касаемо результата, это к чему мы стремимся вообще, не на следующий сезон, а вообще это, то есть в тройке быть по области и играть в сильнейших группах, что Москвы как-то ставится, то и области, и показывать максимальные результаты. Я не говорю, что надо занимать эти места, но надо к этому стремиться, но надо к этому двигаться, прилагать все усилия. Митрий Николаевич, а вот про селекцию вы говорили, а может быть такое, что в следующем сезоне к вам добавится, например, какой-то игрок-лидер там с другой школы? Может, мы просматриваем сейчас детей у нас, май месяц, просматриваем ребят, возможно, кто-то добавится. А сильно поменялся состав за последние два сезона, три? За последние шесть лет он не поменялся, может быть, один-два человека. В этом сезоне мы увидели у вас медали, и будем надеяться, что в следующем их будет не меньше, не только в первенстве Москвы, но и в первенстве Московской области. У вас у самих какие цели и задачи? Перед командой постоянно ставится максимальный результат, это выигрывать в каждом матче. Вот и все. От победы к победе идти. Дмитрий Николаевич, спасибо огромное за то, что с нами поговорили, рассказали нам про свою команду. А у меня в гостях был Дмитрий Коломиц, главный тренер хоккейной команды «Армада». Это были новости спорта. Меня зовут Лада Дудко.